Иисусе Христе, Сыне Божий. Сегодня 31 января. Раннее утро перед завтраком. Такая у нас обстановка. Икона Стас. Номер 90. Универсальная коробка. Это хорошо. Тогда Тихоныч говорит. 90. Это вот она где. Я его копирую. Вот так вот. 90. Это прикрою. Захожу. Теперь вот сюда ставлю. Посмотри как вот оформляется. Дальше. Опять захожу. Следующий у нас будет. По полчаса идет. Толкование Нового Завета. Я копирую. Опять склоняю вот сюда вот. И этот ролик второй. Каждое утро два ролика записываем. Но это не все. Дальше. А вот здесь пояснение с комментариями. Хорошо. Ухожу сюда. Вот так. Стрелу увеличиваем. И следующее. Так. Следующее. Теперь я это забираю. И уношу в папку. Это осталось одно событие дня. Насчитали сегодня. Убираю. Папка стрим в корзину. А теперь смотрю, что у нас здесь есть. С этим мы закончили. Вот это. Мне надо ее закрыть. Это засчитаем Новый Завет. И открыть другое. А другое открыть. Этот мы насчитывали сегодня. Употребили церковь. А церкви считаем. Вот. Сколько у нас здесь было вопросов и ответов. Вот я теперь их вместе отнимаю сюда. Сколько? Пять. Замечательно. Беру их, выделяю. И в папку церковь. А там 55 папок будет. У нас работа непочатый край. Корзинку сейчас посмотрю. Что? Ага, новая. Теперь надо это мне все убрать будет отсюда. Оно мне будет мешать. Увеличивать тяжесть. Корзину освободил. А теперь надо открыть на сегодняшний день. Вчера было. А вот это что мы засчитывали сегодня. Мне это уже начинает мешать. Я что делаю? Вот здесь вот. А то сегодня что было? Вот так вот отнимаю. То есть выделяю. Провожу до этого до самого. На каждый день. Выделяю. И Ctrl-X. Раз. Снял. То есть вырезал. Вырезал. А теперь вот это добавки. Каждый день идет добавка. У меня все-все сохраняется. Архивное. Теперь я это пропускаю сюда. Вот у меня где тут начинка. Это другие. А то вчера у нас было 30-е. Сегодня 31-е. Это за 30-е число. Делаю 30-е. 0-1. 2017-е. И чтобы легче было находить, я его делаю жирным. И перевожу с 20-го номера в 72-й. И красным. Чтобы легко было найти. Вперед. И теперь то, что вырезал, вставляю сюда. Все. Это дополнение скрывается. Сохранилось. Теперь начинаем работать по событиям дня. Оно не берет никак это в название. Надо по одному брать. Я беру 415 события дня. Вот так. Чтобы черного за точкой не было. Копирую. Кто когда будет делать. Вот он новый ролик сегодня. Сейчас я покажу его. Мы ставим. Теперь заново открываю. Вторую строчку отдельно. Это каждый день. До точки. Опять Ctrl-S. Опять это за... Заактивировать. И Ctrl-V. Но это не все. Следующее. Надо за 30-е число. Это мы события дня. Третий раз копирую. Это каждый день. А их 400. Умножь на сколько будет. И надо вот так заактивировал. И дальше вставил. Все. Вот теперь она у меня обработана. Сейчас можно открыть и проверить. Как записалось. Господи. Нельзя самоутешаться местечковой правдой. Местечковой. Местечковой правдой. Не зная правды вселенской. И не заглядывая завтра на основу. Вот как. Теперь мне надо и убрать. Куда убрать? На каждую неделю папка набирается за неделю 44-50 гигабайтов. Теперь я события дня. Вот это события дня. Понедельно. Я в папочку туда и осунул. Все. Закрыл. Теперь еще раз захожу сюда. И теперь надо 400. На завтрашний день подготовить. 416-й будет. И будет за 31 января. Все. Теперь на время. Ну что ты пришла? Ну. Рыжая. Пришла в гости. Теперь я ее закрываю. Все. Теперь подготовка пойдет. Уже тут люди приходят. Кто и... Ну сейчас вот мне надо обязательно выйти на свой сайт. Чтобы он... Вот. Не сюда маленько. Вот это наш сайт. Я не показал. Восетий Библии. Православный библейский сайт. И вот откуда вопросы насчитываем. Теперь посмотреть, как тут дело идет. Я еще сейчас обновлю и посмотрю. Все ли вошли. Все. Перекачало все. А нет ли новых каких сообщений на наш форум? Опять вот. Кривая здесь. Обновить. О. Вот уже зашел человек. Это на завтра пойдет. Вот. Видишь? Галочка стоит. А кто зашел? Ну, не знаю, кто зашел. Сейчас мы можем глянуть. Не знаю. Только бы не ругательство. А то я сунулся. Что? Информация полезна. Меня интересует вопрос. Кто-то там какое-то, не пойму я. Игнатий Тихонович. Можно ли рассуждать в любое время по шкале греховности более или менее? Ну и завтра я посмотрю. Вот так. Завтра мы посмотрим здесь. Если деловое, то я его опубликую. Новое сообщение. И наш. Вот опять. Это первое. Это потом мы уже будем смотреть. Тут поступили. Вот сегодня мы что поставили? По шесть роликов. Вот раздача в подарок Евангелий. Батюшка считает Иоанна Златоуста. Учения. Ученики и последователи. Вот. Собрание. Недельное было. А это что? Записываем мы. Новый завет толкования. События дня. Все отпечаталось. Все прошло. Благословен Господь. Вот она у меня пришла. Все. Туда можешь идти. Я сейчас подойду. Хорошо. Они сразу трубы вот так начинают ходить. Закипание воды идет. Куда ходить? Я-то я про котельную рассказывал. Морковки натер. А что еще на завтрак будет? Что на завтрак? Суп из гречки. Обычный. Да? Покажи. Вот он. Очень аппетитно. Пока без масла еще. Пироги вот надежда Васильевна состряпала нам с рыбой. Это пироги. Это пирожки. Пирожки, да. Сухари. Пироги называется тоже. Нет, это пирожки называются. Пантелеймон. Часы даже правильно идут, наверное. Тут книги всякие. Доброе утро, Роман. Доброе утро. Че-то ты лежишь уже тут, по-моему, второй день. Че случилось? В субботу снег бросал и разогрелся сильно. Разогрелся? Ты раздевался или что? Ну, наверное, расстегнулся так. Потому что жарко было мне. Да главное, не кашляешь. Ну, ноги у меня, получается, эти ботинки, ботинки мои, они намокли у меня ноги, то есть потели. Понятно. Я с мокрыми ногами лег спать, получилось. То есть, простыл. А чего ты вчера не ел-то, почему? Ну, не хотелось, во-первых. Вот, я знаю, когда температура. Вот у меня обычно бывает 2-3 дня вот так я горю, и потом все проходит. Моя мама говорила так, собака заболела, а я кормлю, она не ест. А мама говорила, она бережет себя. То есть, в это время организм должен не пищей перерабатывать, а микробы. Вот, когда поднимается температура, скорее таблетки. Не надо. 41 градус, это еще, если чуть дальше, тогда уже надо что-то применять, какие-то меры. А это не надо. Дальше начинается пожирание микробов этих организмов самим. Я считал это, беседовал с врачами. И так-то, значит, а я уже думал, врача может скорую вызвать. Нет, а что? Еще, да? Перегорит, пускай иммунитет убивает. А что ты к Надежде Васильевне так часто ходил-то? Вчера я пошел, там у нее теплей было. Ну и она там уже чаями меня отпаивала. Приспособился, я гляжу, уйдет, долго нет. Я говорю, что там стучилось. Ну ладно. У меня травы там всякие. Но меренье-то что, сегодня закончится у тебя здесь? Да надеюсь, что завтра уже с Володей поеду на работу. А то мне как-то... Когда, сегодня? Завтра. Завтра. Вон какое дело-то. Так а лежать-то зачем, я не пойму. Ты бы сидел или что-то... Ну вот, потею еще. Ну и чего? Ну здесь мне тепло как бы, поэтому одеты я залез сюда. Я тебе расскажу, моя мама, Мария Егоровна. И она вот та же, ну там что-то делала, простыла и залезла на русскую печь. А уже время расцветало. Я гляжу, она сидит на печи, моя мама, и говорит, до того знобить не могу. Говорит, как я вчера там, корову доила, простыла. Еще маленько прошло, она говорит, нет, лежать нельзя. А уже часов, наверное, девять утра. А сын и наш, брат мой, Иосиф, за телятами ходит. Пойду я ему помогу. А эта ферма, где лагерь, пошла туда навоз выкидывать. А на улице градуса 42 или 43. Тогда морозы были, воробьи, летит ворона, и на ходу падала ворона и замерзала. Ну под 50 градусов были. Вот так. Она там разделась и работала, чуть не до вечера. Пришла домой, говорит, все прошло. Лечились как? Собственным потом, на морозе. Ну там, у телят, там, каждая корова где-то 3 или 4 кубометра воздуха обогревать может дыханием. Остальное человек должен добавить ей. Вот как боролись мы. Мы, когда маленькие были, далеко уходили, крутые лага, чтобы кататься. Ну а я уже маленько считал и говорят, вот он такой-то, там-то на севере и разогрел что-то. Я думаю, зачем разогревать-то? Снег бери да и ешь. Вот ум-то какой был. Ну и разогряешься-то и снег и ешь. А это ты же остужаешься внутри. Вот почему горячее-то и нужно было. Ну и простыл. Простыл, а дома лекарства-то никогда не было. Если сильно простыл, там особый уже рецепт был. Мать топила баню. Грудь натирали внутренним бараньим жиром. Веником парили. Ну и дома топленое молоко. С салом тоже с топленым. Противно до того было, но это надо. И над картошкой. Картошку варят когда. Из нее все слили. И теперь тебя туда накрывают. Ну и сиди там. Грейся. Ты пропотеешь как и теперь под одеяло. Все. Никаких таблеток, ни стряхнины там, ни уколы. Никто не знал. Вообще не знали. Я таблетки не пью, когда температура, никогда не пью. Я говорю, как у нас было лечение. Вообще не знали. А температура, градусник, мы его в глаза не видали. А сейчас температура поднялась. Я говорю, откуда ты знал? Давление другое, сиди дома, сама себе накачивай. Этих слов мы даже не слышали. Их никто не знал. А что? Лихоманка, скажет мать, трясет человека где-то. Ну уже все знали. Вот сейчас везде там гигиеница. Ну нигде, чтобы не попало. Я помню, бабушка тяпала, там тяпкой прорубила, чтобы землей засыпать. Почему? Так это по Евангелию. Плюло Господь на плюновение, землей помазал глаза. Да, врачи-то ахнут, шарлатан какой-то. Да разве можно? Тут надо, тут все это сам запутанный. Везде дезинфицирует. Прокипятят там у них такой железный ящик, они там инструменты кипятят. Врачи, сам видел. Варят их там, пока не разварятся. Все кости не разварятся. В котле. А почему? Бог, благодать. И сегодня, как не гигиеница, занесли инфекцию. Все, ничего не сделаешь. Не было никакой инфекции. Мы этого даже не знали. Правда, были несчастные случаи. Парижка там прыгал, вену разрезал. Ну маленький там, в третьем классе был у нас в деревне. Сусликов ловил. На телегу там прыгнул. И ножик повернулся у него. Был один такой, которого конь лигнул. И, видимо, сильно лигнул. Пробил ему счет, он поболел и помер. Был еще один там, Масалов. Он пришел из бани. Я не знаю, сын или зять. Парился, как мужики-то парятся. Как там сильно-то. И из подвала принесено было молоко. Говорят, в кримке. И он выпил много. И тоже. Болел, болел и помер. Видимо, все застудило. Молодые ребята, вот я помню, два случая, три даже случая на деревню. Ну а если бы сейчас... Ну сейчас бы там еще там уколы сделали, температуру сбили. Но в данном случае необходима была помощь. У него, видимо, удар был. Может быть, мощевой пузырь пробитый был. Ну конь лигнул. Он за жеребцами ходил и не поберегся. А удар коня это очень сильный где-то. Я к тебе подговариваюсь. Ты смотри. Если врача надо, то... Не, не, что ж. Чтобы не было. Ты адрес-то напиши, если помрешь, кому сообщать-то. Надо обдумать это дело. Потому что если человек умер, никому не сообщили, это вину ставится тем. А куда сообщать-то? Ты напиши мне адрес и всем дай, чтобы знали, куда сообщить. Все запиши, кому сообщить. Хорошо. Обязательно надо. Я вот поехал, когда дорогой, завещание о смерти сделал. Перевели перевозчики на английский, немецкий, французский. И все это пошли в нотариусе. Все заверили с печатью. Я наказал, как меня спрятать под книги туда, завернуть в палатку. И как привезти. И где похоронить. Кто моим телом распоряжается. Если заболеет, переливание крови не делать мне. Я против переливания крови. Зараза. Выдержу. Ну, проехали, милостью Божией, мы вернулись. Ну, озаботился. Где похоронить околомаму в Потеряевке. Написал, кто тут мной распоряжается. От тела моего ничего не брать. Там уж не брать-то ничего. Ну, считаю, что надо озаботиться. А насчет вот это, ну, есть какая-то важность в том, где ты похоронен? Важности как будто бы и нет. Но почему-то Израиль заботился. Иосиф выходил, Костя забрал Иакова с собой. Заботились они, чтобы было одно место. А Авраам выкупил пещеру Махпелу. И туда все охоронили. Это имеет значение или нет? Имеет. А Иосиф умер. Иосиф, и Костя тоже перевезли. И они по пустыне 40 лет с Костями возились. Но принесли на место. Значит, что-то в этом есть. Где похоронить? Где дома? В своей родовой усыпальнице. Царей хоронили в одном месте. А мы живем в деревне, не в городе. В городе-то, где место выделят, там и будешь. А в деревне-то не так. Тут моя мама лежит. Я колонием с батюшкой. А кто, макимом пришли? Я говорю, я. Он говорит, нет, я. Тогда договорились, кто раньше умрет, тот с правой стороны будет. А он пользовался раньше эти маленькие пакетики чая. Я говорю, ты умрешь раньше меня. А я когда с ним сижу, он берет и под столом эту, на мешочке, на ниточке туда туда. Я говорю, ты приговоренный. Он бросил. У него уже был приступ. Там прижинку ставили в аорту или где, у батюшки. Да вы что? Да, сейчас он не пьет. Он меня нисколько не слушал. А я у меня чай, какао, кофе под запретом. Совершенно нет. Вот эти пакетики, магазины. Свои, которые есть, травы запаривают. У нас всякие разные травы. Богородская, там душицы. Ну, травы. Вот прислали с Горного Алтая. Здесь зоновые есть. Николай с Анастасией. Очень хорошие люди. Они прям целые. Не просил я ничего, но я ничего не взял, так и отдал Надежде Васильевне. Я своими тут как есть. Что интересно, говорят, вот человек живет в Сибири, самое ценное то, что здесь растет. Свекла, другое там, смородина, морковка каждый день. А если он живет здесь, а балуется бананами, ему нужно ананасы, то это не так идет. Потому что организм к этому непривычный. Вот бывает человек, я хочу пенсию хорошую заработать. Уехал на север, работал там. А теперь заработал, все, на юг теперь. И пробыл месяц и долой. А почему организм не сопротивляется, он не приучен к этому. Солженицын пишет, как там они были, мороз, там замерзала вся эта вода. И человеку с носу не было. Домой вернулся полтора года и сварился. А почему расслабился и все проще. Ты должен все время напряженно жить. Святые советуют проголодь, прохолодь. И все. А ты под одеялом париться будешь. И еще к чему подгоняй. Под одеяло тебе морозу. Советую встать, позавтракать и занимать все делом. На улице не ходи. Я никогда не ложусь. Даже простыл нынче, я целый месяц хорщал. Но я ни разу не лег. Это мой принцип. Никак. Днем маленько откинулся на стуле. Посидел там, подремал и все. Я вот сколько знаю, вот три дня я. Три дня лежать. Дорогой фрукт, три дня за тобой ухаживаю. Но хоть не неделю. Да ты можешь сейчас сидеть, ты можешь работать, можешь считать. А ты лежишь, квасишься. Я не согласен с этим. Я тебе еще раз говорю, меня лежать. Так я не буду потеть, мне надо потеть. Меня лежащим я болел. Жена за 50 лет ни разу не видела. Так вы вообще кременьевые. Я вам смотрел там в лесу. У вас здоровье, дай бог. У вас здоровье. Я болел в 6 лет. Меня в больницу в Барнову привозили. Болел. Я узнавал, с чем я болею. Маленький был и сам лечился. Сам. В 6 лет я уже сам себя лечил. Как? В подвале там фляги стояли, в погребе у нас. Ну, под полом. Под поле. А кто приходил там что-то покупать или что-то, мама меня послала. А ложка была такая, вот как будто бы яблоко пополам разрезано. Не такая круглая. Такая, как чугунная. А оттуда никак не выстреливаешь. Я когда накладу там еще маленький лезу, под пол там. А мама говорит, ты там очисти ложку-то, съешь. И у нас был медный старский пятак. Его надо было тащить ножом и с этой стружкой глотать. Вот такая болезнь, что-то у меня там язву была. И она затянулась, ничего нету. Мед. Два таких ученых, Насаль, сын и отец, они 30 лет трудились над медом. Если у тебя желудок что-то неладно, ложка меду ни с чем зализывать языком. Ровно за час до еды. Ко мне приезжали дети. Я вот к поечке там не могу. Вот приехала два года назад девочка одна хорошая. Ну просто понравилась мне. Видно, такая активная, везде помогает где-то. Я сразу у батюшки пошел березовую соку. Он ее в холодильнике держит. И мед. И на кухне. Она пробылась через две недели, и вообще ничего нету. Почки, почки, ничего нету. Мед, березовый сок. Природно. Сама ест. Мама моя всегда говорила, а что есть? Меню назначает. Она говорит, ешь, что душа твоя просит. Вот нынче я не хочу есть, заболел, ничего не могу есть. И потом, а кто-то купил рыбьи хвосты. Хвосты от красной рыбы, и они там, ну, посоленые-то. Я увидел охоту. И взял один, сел у меня пить, сразу поднялся и начал есть. Моему отцу, когда на фронте вот так руку, там, где они были, там, под Смоленском, Дорогобушный-то, оторвало. А когда привезли в Красноярске, его отрезали уже вот так, гниение шло. Я догадываюсь, что, видимо, воины и Сынецки делали операцию. Он так рассказывает. Он в это время там как раз был. Лука. Ну и аппетита-то нет, отцу, спирту медицинскому. У меня, говорит, такой аппетит был. А потом, говорит, раз, и не приносят. А я говорю, а почему сегодня нет, уже стали мы давать там по полстакана. Где-то, а врач пришел, ты на зеркало, посмотри себя, морда красная. Ты сказал, все, больше тебе не надо. То есть, когда ничего нету, то и для охотника спирт. Вот мы ездили в путь, у меня со мной была щекушка, называется, половина от пол-литра, еще меньше взять. Спирт чистый, медицинский. И мы ездили три года, его даже не распечатали на всякий случай. Простыли, дорога лечиться никак нечем. Дезинфекцию где-то сделали, что-то рана какая. Обеспечивали. Я к тому говорю, что вставай, пошли обедать. Не буду обедать, не хочу. У тебя опыт лежать. Завтра я уже буду с Володей работать. Нет, ты сегодня не лежи. Ты сейчас сидя можешь делать, считать, а лежишь ты тут в потемках-то, ничего нету. Ничего, я как раз, с меня вылазит это все. Морбовка готовая. Буду ходить, не будет вылазить. Но там не будет, он уже вылезет. Давай, пойдем. Пойдем, я приглашаю тебя. Ну все, ладно, готовимся. Господи, блага.